Вопросы о том, что где-то что-то есть, разумная жизнь, я говорю про разумную жизнь, но мы не можем сказать, что ее нет. Вопрос открытый, и, конечно, человечество в ближайшие столетия будет пытаться вести поиски и этих форм жизни. В том числе, вот сейчас, например, более конкретно предметно говорить, специально будут построены в ближайшие десятилетия телескопы с диаметром зеркал 30 метров строят американцы на Гавайских островах, зеркало составное 39 метров Южная Европейская обсерватория в Чили строит. И одна из задач, зачем они, налогоплательщику объясни, зачем нужны такие гигантские средства, это миллиарды долларов для строительства таких телескопов. Одна из задач, которую они говорят, мы хотим получить спектр объекта, планеты, вот мы, скажем, обнаружили с помощью нашего телескопа полутораметрового, но он маленький для таких задач. Он освещается светом звезды, свет этой звезды отражается от поверхности планеты. И вот если вы получаете совместный спектр звезды и планеты, вы потом можете попытаться одну десятитысячную, одну стотысячную долю от этого спектра, это вот как раз спектр, который отражается от поверхности планеты. И если на поверхности, на этой планете есть вода, азот, углерод, и вы сможете найти эти следы, эти маркеры, они называются биомаркеры, на поверхности планет, используя эти спектры, полученные на крупнейших телескопах мира, это уже некоторые аргументы в пользу, что там есть обстоятельства для того, чтобы жизнь могла там сформироваться. Большая часть из тех планет, которые сейчас обнаружены, вот я говорил, там тысяча планет около других звезд, они вращаются очень близко к своим звездам, там периоды очень короткие. Это как Меркурий, гораздо ближе к Меркурии в нашей целом системе. На Меркурии температура плюс 500 градусов, там все испепелено, там никаких шансов для жизни нет. Для более далеких планет, как Сатурн, Уран, Нептун, там наоборот, все очень холодно. Там тоже… Александр Торисович, у нас уже не так много времени, вы очень интересно рассказываете. Кратим, вы верите в существование, да, нет? Возможно, есть. Отлично. А можно у вас еще спросить? Я хочу сказать следующее, что тоже маленькое предусловие сделаю. Дело в том, что еще академик Лев Матвеевич Зеленый в свое время предложил теорию, как определить вообще цивилизация существует, где-то такая очень развитая или нет. По принципу энергии самой системы, звездной, скажем так, вокруг которой планеты вращаются, или галактики даже. То есть, если энергия куда-то там уходит, то это значит потребляет очень развитая цивилизация. То есть, вот такой подход был. На самом деле, ответ на то, что верю я или не верю, но я считаю, что, разумеется, нужно верить, что есть жизнь космическая, другая. А самый главный момент – нужно верить в то, нужна ли нам встреча с более развитыми цивилизациями. Потому что она, опять-таки, мнению многих очень известных астрономов и физиков мира, они считают, что это может привести к очень неприятным последствиям. И такой подход тоже существует. Это не означает, что если мы с ними встретимся, то будут поцелуи и так далее, и цветочки. А НЛО вы видели? У вас ведь самые новейшие оборудования в руках. Я хочу сказать следующее, что сам я НЛО не видел, но видел людей, которые говорили, что они видели. Но сам, к сожалению, я вот с такими объектами не встречался при наблюдениях и ни разу, чтобы даже было что-то такое похожее, не наблюдал. Дмитрий Анатольевич, последние финальные минуты у вас. Интересно, ваше мнение, а то вы как-то в сторонке сидите так скромно. Эта тема очень интересная, и хочется сказать большое спасибо такому автору, как Стивен Хокинг, он сейчас выпускает книги. Они очень простые, и для того, чтобы углубиться в изучение простому человеку космоса, очень здорово почитать именно его книги. И, конечно же, вероятность того, тех событий, то, что мы можем встретить кого-то, она всегда есть. Ее нельзя исключать. Вот, в принципе. Ну, просто такой интригующий, я бы сказала, такой информацией. Все-таки мы будем ждать, а вдруг мы когда-то встретимся с ними. Благодарю вас за внимание, за участие. Конечно же, мы узнали много интересной новой информации. Я думаю, что она впечатлила и журналистов, и тех, кто был с нами в онлайн-трансляции. С праздником! Спасибо, Катерин. Спасибо всем. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Надежда. ВОЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...